Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Наша передача «Целебная кулинария» посвящена правильному здоровому питанию. Поэтому поступает множество различных вопросов. Вот они любят такую иметь оболочку. Правда и мифы о здоровом питании. Этому посвящены передачи телевизионные. Этому посвящены и статьи в газетах, в журналах. Ну и естественно мы с вами разберемся, что такое здоровое питание в целом, чтобы было понятно. Но для этого будем использовать ряд вопросов, которые уже до нас читатели задают корреспондентам. И я решил пройтись по этим вопросам и ответить по-своему. Потому что специалисты-диетологи отвечают со своих позиций, а я отвечу со своих позиций. Ну вот первый вопрос, самый главный. Что подразумевается под здоровым питанием? Современная диетология, медицина, она подразумевает под здоровым питанием. Это поступление белков, жиров, углеводов. Чтобы все было сбалансировано и тогда будет нормально. Человек здоров. Я бы сказал, что это верно, но существует ряд таких особенностей, как индивидуальная конституция. И то, что подходит для одного человека, продукты, соотношение этих белков, жиров, углеводов. Тем не менее, для другого человека это будет различно. Поэтому здесь обязательно необходимо учитывать, помимо белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, необходимо учитывать и индивидуальную конституцию. Далее у нас идут сезоны года. Сезоны года предусматривают, что организм человека с помощью продуктов, которые вырастают весной, летом, осенью, хранятся зимой, приспосабливаются к этим сезонам года. Это медицина и диетология современная. Не учитывая. Но это важный пласт знаний о правильном и здоровом питании. Потому что если мы возьмем животных, вот у них здоровое питание, они питаются в соответствии с сезонами года, и поэтому здоровы и не болеют их, не застают никакие там простуды, никакие там переохлаждения, они мощны, бодры, здоровы. И все благодаря тому, что соблюдается важный постулат, это сезонность питания. Ну вот хотя бы вот на этих вот вещах остановиться, тогда будет питание правильным. То есть правильное питание подразумевает, это учет индивидуальной конституции, это сезонность питания, ну хотя бы два этих фактора. Ну и естественно поступление питательных веществ в такой форме, в которой они меньше всего подвержены были тепловой обработке, чтобы сохранили действительно биологически полезные вещества. Следующий вопрос задаю. Существует распространенное мнение, что во время еды человек должен заниматься только процессом поглощения пищи, не отвлекаться на просмотры передач, на какие-то там деловые беседы и прочее, прочее, прочее. Действительно пищеварение это такое действие, которое легко тормозится. Тормозится в основном за счет поступления каких-то информационных сообщений, ну допустим какое-то известие. В результате этого известия, значит, ну допустим случилось горе, значит сразу же пищеварение останавливается, нарушается, то есть оно остановилось и не идет дальше. Пища начинает просто-напросто обродить, гнить. Обстановка за столом должна быть дружественная, несколько такая с юморком, но не более того. Вот такое веселое, приятное поглощение пищи. Тогда пища усваивается. То есть важно действительно понимать, что процесс поглощения пищи, это важный процесс, во время которого мы строим свое тело. И в зависимости от того, как мы его построим, мы будем здоровы, крепки, сильны выглядеть, молодо или же нет. Есть такое мнение, что для здорового питания надо отказаться от жирных продуктов, якобы они нам не нужны. Это на самом деле большое заблуждение. И тут сразу же на первый план выходит эта особенность индивидуальной конституции. Если человек полный, ему конечно не нужны особо жиры, но тем не менее они должны присутствовать в пище в минимальном количестве для обеспечения своих функций, потому что с них строятся и гормоны, и ряд других биологически важных, полезных веществ, в том числе и мембранных клеток. А если человек худощавенький такой, тонкокосный, мерзнет, то ему обязательно в повышенном количестве нужны жиры, для того, чтобы он за счет жиров набирал вес, вот эта сухость и жесткость его тела становились более мягкими, такими окровными, и тело приобретало нормальные, нормальные, значит, свои очертания. Это первое. Индивидуальная конституция говорит о том, что некоторым надо больше жира, Рим надо меньше жира. Далее. Это особенности, опять-таки, сезонности питания. Холодное время года, холод, сухость. И что нам хочется в России? В России хочется есть в это время сало. Летом будете вы сало есть? Нет. Оно не хочется. Почему? Потому что сало препятствует высыханию организма, препятствует за счет соли охлаждению организма. Это самый, оказывается, лучший продукт в горах, который употребляет кто? Конечно же, альпинисты. Понимаете? А в другой, да, кстати, там чай тибетский, какой чай делают? Там, помимо состава чая, значит, молоко, жир, масло, все это там взбивается. А эскимосы что едят? В суровых антарктических условиях. Да для них самая лучшая еда, это, значит, выпить тюленевого жира. Если этого не будет, естественно, они просто от мороза высохнут и замерзнут. Это надо понимать. Поэтому, поэтому, дело индивидуальное, но в любом случае минимальное количество жира всегда должно быть. Задает такой вопрос, достаточно ли только питания для того, чтобы поддерживать хорошую фигуру, быть в хорошем здоровье. Или же надо еще использовать физические упражнения. Либо, либо, давайте тогда еще вопрос зададим, либо достаточно физических упражнений, но не особо следовать питанию для того, чтобы быть здоровым. мы говорим о том, что питание это строительный материал для нашего тела. Поэтому он очень важный. Все мы, когда строим дом, мы хотим его построить из хорошего кирпича, хорошего цемента, чтобы он стоял на века. Но когда мы едим сами, мы такое едим, что наше тело, увы, разваливается. Вот. Что делает физические упражнения? А физические упражнения тратят энергию. И за счет этого, это основная функция трата энергии. Потому что, если нету траты энергии, у нас нету потребности в питании. У нас нету потребности, знаете, вот какой-то такой вот активности. То есть, организм пребывает в таком каком-то среднем состоянии. Он и не спит, и не бодрствует. Если мы ведем диванный режим, смотрим там телевизор, то у нас обменные процессы очень-очень слабы, очень вилы. И, естественно, у нас нету запаса прочности. Потому что именно физические упражнения, укрепляя мышцы, связки, кости и трача энергию, они обтесывают нашу фигуру. Как бодибилдеры струят такие фигуры. Что они делают? Они только едят и качаются. Физические упражнения делают, напряжение физическое нажимое. Вот. И строят соответствующую фигуру. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, обязательно необходимо тренировка сердечно-сосудистой системы, тренировка сухожильно-связочного и мышечного аппарата, траты энергии, чтобы нам хотелось жить, чтобы мы дышали, сердце билось. Упражнения важны. После которых должно быть полноценное питание, которое способствует тому, что мы восстанавливаемся и строим красивое тело. Потому что действительно без упражнений одно питание не сделает того, что они делают совместно. То есть вот эта связка питания и физические упражнения разной направленности, они творят чудеса. Восстанавливают буквально-таки раздробленные суставы, переломы. Они, будем говорить, омолаживают организм. Внешний человек, который занимается физическими упражнениями регулярно, он лучше выглядит. И естественное питание, здоровое питание с насыщенно биологически активными веществами, которые мы можем с вами взять, но об этом поговорим после, откуда взять, оно творит чудеса. Как в оздоровлении, так в лечении, восстановлении после травм и продлении, в том числе и жизни. Мы часто слышим такую фразу, автором которой я отношу себя не есть после шести часов. Правильно ли это или неправильно ли это? Здесь можно сделать такое, такое как бы заключение. Дело в том, что у нас пища, после того, как мы ее приняли, она переваривается в желудочно-кишечном тракте, в зависимости от возраста. Чем моложе организм, тем она где-то у нас за 2-3 часа уже переваривается, и нам захочется есть. А у пожилого человека на это уйдет 3-4 часа. Поэтому, если мы с вами ложимся спать часиков в 10, то последний прием пищи для пожилого человека как раз и будет где-то 6-7 часов. Потому что все-таки лечь на голодный, желудок как-то не спится. Надо что-то такое любенькое съесть. И в то же время, если мы с вами наели слишком много, это большая обременительная нагрузка на организм, и мы не можем полноценно заснуть, потому что во время сна мы будем вести активный пищеварительный процесс. Многие из нас замечали, что он не без сил, все нормальненько, да? Лег спать, с одной ночи просыпается, сердце бухает. То есть, все там идет, организм работает, он не отдыхает, а он должен во время сна отдохнуть. Поэтому здесь индивидуальная должна быть рекомендация. Каждый из своего собственного опыта должен сделать вывод, за сколько ему до сна полезно съесть пищу. Некоторым достаточно, значит, за два часа до сна, некоторым за три, некоторым за четыре. И еще таки, опять, многое зависит от того, что вы съели. Если вы съели салатик, это одно, все быстренько переварилось, все быстренько усвоилось, и легкие вы легли спать. И если вы наели с пельменей, со сметаной и с маслом, то, естественно, процесс пищеварения у вас там будет часов в пять эти, и вы проснетесь часов в два, в три ночи, с тем, что у вас все тут разбухло, сердце бухает, пот, и организм, знаете, работает, будто его гонят куда-то, на какую-то дистанцию. Это надо знать. И еще важную вещь я хочу сказать. Вот существует мнение, что еда это дает нам энергию. Да, она дает нам энергию. Она дает нам пластический материал, чтобы наши мышцы восстанавливались. Что касается энергии, я сам голодал. И 40 суток уже так говорю. Так вот, энергия, эта вещь несколько иная. Она поступает и от пищи, я согласен. А что она поступает? Но она поступает и из других каналов. Поэтому это не значит, что вы не поели, значит, вы не зарядили свои батарейки или аккумуляторы. Нет. Просто надо, просто надо. Значит, так вечером покушать, чтобы сон был легким, комфортным и тело восстановилось. Но как правило, смотрите, как правило, если человек после 6 часов не ел, то пищеварение, значит, заканчивается через примерно 3-4 часа. нам желательно до этого времени лечь спать, чтобы не захотелось есть вновь. И он встает бодрым, и ему хочется утром кушать. То есть, мы попадаем в правильный биоритм. Когда? Встали, завтрак, съешь сам. Если мы наедаемся вечером, плотненько наедаемся, значит, утром нам не хочется есть, и все биоритмы сбиваются. И в итоге все это сказывается на нашем здоровье, на преждевременном изнашении организма. Поэтому после 6 есть-не есть, я вам объяснил, как надо покушать. Но это очень хорошая рекомендация для того, чтобы мы соблюдали с вами биоритмы. Есть такое мнение, что надо есть три раза в день, другие говорят, нет, надо перекусывать более чаще. Опять, это все зависит от возраста. Ребенок, да он постоянно хочет есть, его тело растет. Пожилой человек, такой, как я, он что там, растет? Конечно, он не растет, поэтому ему достаточно трех раз. Физическая нагрузка какая? Большая физическая нагрузка, нам хочется есть. Малая физическая нагрузка, нам не хочется есть. Здесь все зависит от вашего образа жизни. Но, но, важно понимать такую вещь. Если мы наедаемся три раза в день, и так, знаете, капитально, и-ка наедаемся, что получается? Смотрите, что происходит с возрастом? Видите, мои щечки потихонечку отвисают. Те же самые процессы у нас идут и здесь. желудочно-кишечный тракт тоже провисает. И если мы с вами съедаем большое количество пищи, которая тут имеет тяжесть, то тем самым мы способствуем тому, что внутренние органы провисают, опускаются и перестают нормально работать. поэтому вот с учетом вот этого надо делать важную рекомендацию. Если лучше всего действительно дробно, но пусть три приема пищи более-менее будут, знаете, такие крупные. Ну и в коем случае не такие, когда раздувается, когда вы чувствуете вот трудно дышать, диафрамма, вот подпертая до желудка и все это опускается. Это незаметно с возрастом. мы и не поймем, а почему мы угасаем. Это один из скрытых механизмов старения. И чтобы его избежать, постарайтесь не наедаться до отвала, а так, чтобы все легенько было, ничего не раздувалось, ничего не переживалось. Здесь то есть лучше всего где-то четыре раза питаться, такое дробненькое питание, раздельное, можно даже пять раз. Вот. И тогда будет хорошо. тогда было малое количество. В любом случае малое количество, понимаете, что мы можем здесь выиграть, когда употребляем малое количество и дробное питание разу пять, четыре, пять, то мы тут соблюдаем помимо дробности питания, раздельное питание, не смешивание питания. То есть допустим кашку сели, в обед мы сели там мясо сели, потом там салатик сели, потом там кефирчика выпили. И все, и у нас мы получили все эти вещества так как надо в должном количестве, да, и плюс мы это все можем переварить. То есть нам легче переварить одно мясо, нам легче переварить одну кашу, нам легче переварить кефир, нам легче переварить салат, нежели когда мы сели вечером, налупились Все это вместе тортиком заели, чайком запели и потом решили, ах, хорошо. И вот тут-то, тут-то мы себе делаем медвежью услугу. Поэтому, поэтому вот этот механизм задействуйте и вы поймете, как стало легче жить, как у вас больше энергии появилось. И вы потихонечку отодвинули процессы старения и начинаете выглядеть лучше, нежели те люди, которые не используют это. Человечество всегда испытывало голод. Ну вот, да, современное состояние. Но даже можно так сказать, человечество всегда стояло на грани голодания. И поэтому все помыслы были направлены на то, как сохранить продукты питания, чтобы в зимнее время, когда нет ни овощей, ни фруктов, надо было выживать. И поэтому придумывали различные способы сохранения продуктов, ну, вплоть до того, что, вплоть до того, что некоторые там продукты замораживаются. Естественно, заморозка, она влияет на сохранение питательных веществ. И опять-таки, когда мы замораживаем продукты, потом их, которые собрали осенью или летом, а употребляем зимой, когда эти продукты летом боролись, ну, допустим, те же арбузы, лежали в степи и боролись от высыхания тем, что ободняли себя и охлаждали. И мы эти арбузы сохранили и употребляем в декабре, в январе, что мы чувствуем? Мы уже не чувствуем того, что мы хотим получить от арбуза. Мы чувствуем холод, который он дает. Мы чувствуем, что он нарушает наши процессы. Излишняя вода и не получается того, что бы хотелось. Хотя с позиции здорового питания, это же свежий продукт, но он не своевременно принят. Поэтому, поэтому, все-таки вот эти вот замораживания, размораживания, ну, это не то, что хотелось бы видеть в здоровом питании. Нету сезонных питаний. Это очень важно. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok